Раньше проект «Автомобиль года» в России включал в себя ежегодную национальную премию и исследовательские рейтинги. И в том, и в другом случае выбираются лучшие модели, представленные на отечественном рынке. Теперь добавилось еще одно направление – автомобильный туризм. Его запуск команда «Автогода» отметила автопробегом на северо-запад России. Летний период мы как раз посвящаем автомобильным путешествиям и автомобильному туризму. Собственно, наш пробег или рывок на Финские заливы в сторону Выборга через Питер по М11 Нева – это было посвящено старту нашего проекта «Тревел Автогода», который мы будем делать все лето, посещая разные места, разные города. Участники автопробега преодолели за пять дней более двух тысяч километров. Их главной задачей было доказать, что путешествовать безопасно и комфортно можно даже в условиях эпидемии коронавируса. Следующее автопутешествие будет у нас в Тульскую область, город Тула. Но прежде всего мы доедем в рамках, скажем так, ретроспективного исторического пробега всех моделей Т-Фольксвагена, а это как раз известные сейчас каравеллы и мультивены, до Куликового поля. В пробегах будет принимать участие и Т-1, которому 50 лет, и Т-2, и Т-3, вплоть до Т-6-1, самой последней модели. Еще одно громкое событие, которому готовится команда Автогода – подведение итогов ежегодной премии. В этом году церемонию пришлось отложить на несколько месяцев. С одной стороны, это к сожалению, потому что пандемия повлияла на весь ход событий. Обычно мы заканчивали голосование в апреле месяце. Но, с другой стороны, к счастью, и мы продлили именно процесс голосования до 20 июля, и уже где-то там в конце июля, в августе месяце, в зависимости от всех обстоятельств, которые будут происходить в стране, с точки зрения именно, так сказать, пандемийной истории, мы подведем итоги, мы очень ждем этого. Из-за переноса церемонии награждения премии «Автомобиль года» в России чуть сдвинутся и сроки второго проекта – рейтингов Автогода, которые начнут составлять в октябре. Зато в перечень активностей, традиционно сопровождающих исследования, добавятся новые зимние мероприятия. Продолжение следует...